Рахмед Авиолу. Ну а мы продолжим информационный час. Смотрите сегодня. В Алматы продолжается суд над группой чёрных риэлторов, которые обвиняются в убийстве. Кто среди подсудимых? Ребёнка истязали и травили лекарствами. За что и кто это делал? Что известно о здоровье несовершеннолетнего? Продление алматинского метрополитена, строительство инженерных сетей и улучшение экологической обстановки. Планами развития Труксибского района поделился Аким города Алматы на встрече с жителями. Спасатели Казахстана отметят свой профессиональный праздник. Сколько жизней спасли эти отважные люди, для кого работа является призванием. А теперь об этих и других новостях в ближайшие полчаса. Тело 22-летней девушки без признаков жизни обнаружили у подъезда столичной многоэтажки. По предварительным данным, она покончила с собой, спрыгнув с 24-го этажа. Обстоятельства происшествия еще выясняются. Возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают криминалисты. Днем 18 октября в управление полиции района Алматы поступило сообщение о том, что возле подъезда жилого дома обнаружена девушка без признаков жизни. По прибытию полицейских установлена личность 22-летней погибшей. По предварительным данным, девушка упала с многоэтажного дома. Еще одного подозреваемого по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Булата задержала полиция. Расследование убийства в Талгаре продолжается. Также сегодня стало известно об увольнении прокурора Талгарского района Ескендера Бекманова и зампрокурора Алматинской области Саяна Бакирова. По официальному сообщению Генпрокуратуры, причиной стали многочисленные недоработки и упущения в работе по надзору за законностью в уголовных процессах. В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о крупном мошенничестве в стенах психбольницы на бывшей улице Каблукова. Всего на скамье подсудимых 22 человека. Следователям удалось раскрыть тщательно продуманную схему ОПГ черных риэлторов. Сегодня суд заслушал свидетелей по эпизоду незаконного по версии следствия присвоения имущества пенсионерки. Аида Иманали побывала на очередном процессе. Расследование этого резонансного дела продолжалось три года. И вот на скамье подсудимых оказались 22 человека. Врачей, нотариусов и таксистов обвиняют в участии в ОПГ, мошенничестве и даже в похищении человека. По версии следствия, преступная группа сначала завоевывала доверие своих жертв, входя с ними в близкий контакт. После чего подключались нотариусы, которые занимались оформлением сделок. Недвижимость жертв переоформляли на подставных лиц или на самих мошенников, а затем быстро продавали по заниженной цене. И в июне через риэлтора нашли вот эту квартиру, в которой я сейчас проживаю, за 18 миллионов 500. Заключили договор, деньги отдали. С пенсионки она, по-моему, получила пару дней позже деньги. И сразу же там нотариус забрали ключи, поехали. Всего в судебном разбирательстве 37 эпизодов. Сегодня был рассмотрен шестой, связанный со смертью пенсионерки и незаконным завладением ее имуществом. На этом этапе дела заслушали свидетели, которые дали важные показания. Из обвиняемых первой выступила подсудимая Ирина Гопарова. Как выяснилось, она приходилась племянницей пенсионерки. Женщина категорически отрицала вину, заявив, что любила бабушку и всегда заботилась о ней. Вот только внучка покойной не верит искренности ее слов. Она появилась просто спустя 7 лет. Резко заболела бабушка, хотя она никогда не болела. Просто слегла, она не могла говорить, ничего. Меня не пускали туда без подруги бабушки, либо без того, чтобы там была Татьяна Грушина, либо сама Гопарова. После смерти родственницы Гопарова продала квартиру своей покойной тете. Адвокат потерпевшей стороны заявила, что обстоятельства смерти пенсионерки вызывают серьезные подозрения. Как оказалось, подсудимая вместо того, чтобы вызвать медиков, обратилась сразу в компанию ритуальных услуг. Также, по словам правозащитницы, судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало удушье. Нас насторожило то, что завещание было оформлено 9 сентября 2020 года, и долговая не могла сама расписаться. Там был рукоприкладчик и свидетель один из подсудимых. На следующий день у нас чудотворственным образом бабушка якобы сама подписывает доверенность на ведение наследственного дела. Когда начали расследовать дело, провели экскумацию, было установлено, что была насильственная смерть. Адвокаты потерпевшей стороны и родственники погибшей настаивают на том, что действия подсудимой привели к трагической гибели пенсионерки и требуют, чтобы она понесла наказание по всей строгости закона. Следующее заседание назначено на 1 ноября. Аида Имман-Лижик, Соктлипперген, Телеканал Маты. Родная сестра присвоила все наследство родителей, скрыв наличие недееспособного брата. Полученное имущество женщины собиралась продать. Но в дело вмешались прокуроры. Как оказалось, после смерти матери, жительница Акмолинской области скрыла от нотариуса главного претендента на наследство и через полгода получила свидетельство о праве на него. А родного брата оставила ни с чем. Через суд прокуратуре удалось защитить интересы недееспособного мужчины. А проведенную сделку признали недействительной. Суд подан иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании свидетельства о праве на наследство недействительном. А также ходатайство о наложении ареста на наследственное имущество, поскольку сестра начала принимать меры по отчуждению данного имущества. Иск прокурора полностью удовлетворен. Недееспособному лицу восстановлен пропущенный срок для принятия наследства. Подвергали насилию и давали сильнодействующее лекарство. Восьмилетнего мальчика стязали приемные родители в Акмолинской области. О вопиющем случае сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. По ее данным, несовершеннолетний находился под патронатным воспитанием с 2022 года. Тревогу забили учителя. В школе, где учится, ребенок заметили, что он все время спит, голодный. Были проблемы с гигиеной, а при осмотре обнаружили царапины и синяки. Как выяснилось, в апреле опекун обратился к психиатру и мальчику назначили сильнодействующее лекарство из-за якобы поведенческих проблем. Хотя со стороны учебного учреждения таких замечаний не было. У школьника была хорошая успеваемость, он был активным. Полиция возбудила уголовное дело по факту истязания. По факту неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего, отделом полиции Бурабайского района проводится досудебное расследование по статье 110 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Истязание». Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит. Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента полиции. Сейчас ребенок находится в многопрофильной областной детской больнице. Медики говорят, что при поступлении мальчик был очень ослабленным и голодным. Состояние оценивалось как средней степени тяжести за счет интоксикации, диспептического синдрома. На сегодняшний день состояние расценивается тоже ближе к удовлетворительному. Ребенок готовится на выписку. И к другим темам. В Алматы законодательно урегулируют экологические нормы для общепита. На встрече с жителями Труксибского района Аким города Ербулат Дусеф рассказал, как будут решены жалобы жителей на дым от работающих кафе и шашлычек. Помимо этого, глава мегаполиса поделился планами о продлении метро до аэропорта. Какие еще вопросы беспокоят горожан, узнавала Адель Акжаркенова. Сегодняшняя встреча Акима с жителями состоялась в одном из старейших районов и промышленном центре мегаполиса. Она продлилась два часа. Одним из первых подняли вопрос о совершении строительства инженерных сетей в микрорайоне Нижняя Пятилетка. Нужно закончить работы на квадрате улиц Апанасенко, Свободная, Землюхово, Балкадиша. Там, где идет основной поток машин, объезжающих пробки по Бекмаханово. У АЛВИС ведутся работы по строительству сети водоснабжения канализации. Всего 4800 абонентов. В этом году, в ноябре месяц, основные работы планируется все завершить. В том числе по улицам, которые называют заявитель. Это верхняя часть выше Бекмаханово. Ербалат Дусаев поручил усилить контроль совместно с компанией, осуществляющей технодзор по инженерным сетям. Качество асфальтирования проверит управление городской мобильности с Национальным центром качества дорожных активов. Кроме того, подрядчику указано на необходимость устройства обособленных тротуаров, чтобы обеспечить безопасность передвижения пешеходов. По итогам нашей протокольной поручения дам, определил срок, которым из Акима от района, от УАЛВИС и Управления городской мобильности выполнят свои обещания, связанные с вашим квадратом. Ербалат Дусаев, отвечая на вопрос о строительстве метро, высказался и о развитии общественного транспорта в целом. Аким города отметил, что в западном направлении после станции Калкаман метро будет продолжено до рынка Берлег, где будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. И также готовится проект в восточном направлении, в направлении аэропорта. Мы сможем гораздо более высокими темпами строить метро. В транспортном каркасе города скоростные виды транспорта, такие как метро, ЛРТ и выделенные линии для автобуса являются нашим приоритетом. И в следующем году начнутся основные капиталовложения и начало строительства больших проектов. Обсудили на встрече и экологические вопросы. Одна из жительниц пожаловалась на дым от местных шашлычных. Как отметил Аким Ербуладусаев, в этом году были внесены изменения в экологический кодекс и закон об особом статусе Алматы. Теперь маслихат города наделен компетенциями по принятию правил по охране атмосферного воздуха. Одно из таких правил будет обязывать установку на мангалы гидрофильтров с высоким уровнем очистки воздуха и улавливанием вредных веществ. 19 октября свой профессиональный праздник отмечают спасатели республики. Ежегодно они эвакуируют свыше 22 тысяч человек из зон пожаров, землетрясений и других ЧАЭС. В преддверии праздника наша съемочная группа посетила спецотряд номер один. Его бойцы спасали жизни людей во время крупных паводков. Подробности в материале моего коллеги Владислава Ивашенко. В этой профессии нужен стальной характер, смелость и отвага. Алишер Азнабакиев работает пожарным спасателем уже третий год. Признается, о своем выборе ни разу не пожалел. Несмотря на молодой возраст, 22 года, за плечами у Алишера немало спасенных жизней. Бывали моменты, когда коллеги на своей спине выносили друг друга из пожара. Когда жизнь на волоске, мысли о жене и девятимесячном сыне помогают ему вернуться домой, целым и невредимым, сквозь огонь и воду. На опасные моменты были. Как говорят у нас, когда заступаешь на смену, ты не знаешь, вернешься ли ты домой. У меня есть супруга, есть маленький сын. Они относятся стабильно, но все равно переживают, когда уходишь на боевое дежурство. Заступаешь на смену, переживают. Но все обходится хорошо. В данный момент в нашем специалистовом отряде общая численность 109 человек. Азнамакив Алишер работает в наших органах до 2022 года. Работает хорошо, проявляет себя отлично. Наш коллектив уважает. И то же самое везде, там функциональные обязанности выполняются в полном объеме. Самоотверженность и отвагу спасателей отметил президент Казахстана. Касым Жумар Токаев во время рабочей поездки в Североказахстанскую область лично поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе со стихией. Памятные подарки из рук главы государства получили 15 спасателей. Среди них был и Алишер. Мы стремились к тому, чтобы спасти больше и больше людей. Были такие моменты, когда две бабушки остались на крыше своего старого дома. То есть они сидели вдвоем, у них в руках была кошка. Мы не оставили их там одних, отправили спасательную лодку, спасательную команду. В общем, все обошлось хорошо. Когда в Петропавловске начались паводки, только с этой части 22 парня отправились помогать пострадавшим. Не жалея сил и рискуя собственной жизнью, они спасали тех, кто, убегая от большой воды, прятался на крышах своих домов. Тогда было спасено более 50 человек. Словом, настоящий спасатель готов пройти сквозь огонь и воду, чтобы выполнить свой долг и прийти на помощь терпящим бедствиям. В период паводков многие из них работали по несколько дней практически без сна и отдыха, чтобы никого не оставить в беде. От лица телеканала Алматы выражаем слова благодарности за нелегкую службу спасателей. И поздравляем с профессиональным праздником. Сотрудникам гражданской защиты планируют усилить социальное обеспечение. В частности, речь идет о выплатах так называемых квартирных. При переезде в другой город им будут оплачивать аренду и жилья и компенсировать расходы на переезд. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Можилисе и может вступить в силу уже в следующем году. Проектным законом предлагается осуществление текущих выплат сотрудникам органов гражданской защиты, выплата подъемного пособия, сотрудникам и членам его семьи при перемещении по службе, возмещение сотрудников при перемещении по службе за счет бюджетных средств, затрат на перевозку собственного имущества, а также переезда на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте, включая проезда членов семьи, переехавших с одного гарнизона на другой гарнизон. Денежные надбавки к окладам будут получать и внештатные сотрудники лесничеств. Ранее заработные платы подняли тем, кто оформлен в штате. Работа, связанная с риском для жизни, будет хорошо оплачиваться вне зависимости от формы занятости, говорят в Министерстве экологии. Отмечу, общая площадь государственного лесного фонда сегодня составляет более 30 миллионов гектаров. Начисление доплат работникам лесного хозяйства за работу, связанную с риском причинения вреда здоровью или жизни для штатных работников. В этом году такие же поправки были внесены. Данные надбавки будут выплачиваться работникам, внештатным работникам, которые осуществляют свою деятельность в лесопожарных станциях для водителей, для пожарных бойцов и для десантников. Вы смотрите новости и вот что вас ждет во второй части нашего выпуска. Теплые остановки в Костанае. Деньги потрачены, а пользы нет. Почему идея оказалась провальной? На телеканале Алматы стартует новый музыкальный конкурс. Как рождаются звезды и что ждет тех, кто дойдет до финала? Вы смотрите новости, мы продолжаем. В октябре сегодня возмущались обманутые клиенты мебельного магазина. По вине недобросовестного предпринимателя, десятки невест остались без спальных гарнитуров. Хотя, по словам заказчиков, они полностью оплатили за мебель, но в итоге товар так и не получили. Лайла Уэсова разбиралась в скандальной истории. Причиной предсвадебного переполоха стала мебель для Приданова. Больше 20 жителей Октубе пострадали по вине недобросовестного поставщика. Родители невест готовились к торжеству и заказали для любимых дочерей спальные гарнитуры в одном из торговых домов. Их привлекли красивые фото мебели в соцсетях и приемлемая цена. Многие, не задумываясь, внесли оплату. Продавца мы нашли через Инстаграм. Приехали в торговый дом, но там на витрине стоял только один гарнитур. Все остальное нам показали в каталоге. Мы выбрали и нам сделали скидку. И я там же на месте полный расчет сделала. Это было еще в феврале. Доставку нам обещали в сентябре. Но уже и свадьба прошла, но так ничего не привезли. Как потом выяснилось, никакой мебели, которую рекламировала бизнес-вумен в соцсетях, на складе просто не было. В итоге десятки невест остались без мебели для приданого, а родителям пришлось искать другой гарнитур и платить уже дважды. У меня, например, она должна была поставить 5 августа. 5 августа должна была поставить. С тех пор только вот с завтраками кормила. Я привезу, привезу. Вы пока заявление не пишите. Я вам стараюсь помочь. Уже потом 30 августа я написала заявление. Предварительный ущерб составляет больше 14 миллионов тенге. От потерпевших продолжают поступать новые заявления по скандальному делу. В полиции начато досудебное расследование по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Правда, 39-летняя бизнес-вумен рассказала следователям, что сотрудничает с российской мебельной компанией, которая якобы и задержала все поставки. Поэтому расследование временно приостановили. Процесс досудебного расследования на днях был прерван в связи с направлением международного поручения в Российскую Федерацию. Как мы получим ответ из соседней страны, мы в тот же день возобновим и продолжим наши следственные мероприятия. По словам обманутых клиентов, каждая договоренность сопровождалась официальным подтверждением, товарным чеком и распиской. До этого они не раз требовали вернуть деньги, но безуспешно. Сейчас потерпевшие разыскивают друг друга через соцсети. Люди уверены, только массовыми заявлениями смогут добиться справедливости. Лайла Уэсова, Жумарт Хадебергенов, телеканал Алматы, Актубе. Костанайцы жалуются на неработающие теплые остановки. Горожане возмущаются, что им приходится мерзнуть в ожидании автобусов вместо того, чтобы греться в павильонах. К слову, некоторые обошлись бюджеты по цене однокомнатной квартиры. Почему павильоны остаются под замком, разбиралась Елисей Томашевская. Эта теплая остановка в Костанае обошлась бюджету в 15 миллионов тенге. Устанавливать ее начали летом прошлого года. В прошлую зиму они практически не работали. Уже вторая на носу, а горожане продолжают жаловаться на закрытые павильоны. Она вообще никогда не работает. Я не видела, чтобы она работала. Сейчас будет холода, желательно, чтобы была остановка теплая. Меня возмущает, что остановки вообще в городе грязные. Не открыли, закрытая стоит. А так удобная, хорошая. Всего по Костанаю было установлено 11 теплых павильонов, 4 из которых с помещением под бизнес. Долго они пустовали по причине того, что не было подведено электричество и не разыгран тендер. Затем в центре 3 из 4 самых дорогостоящих открылись, а в микрорайоне КСК по сей день пустует павильон. На сегодняшний день данной остановки солнечная арендатор еще пока не заехал. Бизнес свой не открыл. В связи с чем данная остановка не обслуживалась. Все остановки в городе Костанай на сегодняшний день открыты. Там работают в данных остановках работы видеонаблюдения, кондиционеры, системы обогрева, теплый пол. Представитель отдела ЖКХ, правда, открыл помещение и показал, что все функционирует. Но за объект теперь ответственность несет предприниматель. Аренду он платит исправно, а когда собирается открывать здесь бизнес, неизвестно. Интересно только, почему в Акимате не интересует то, что горожане продолжают мерзнуть на улице, тем более в преддверии зимы. Стоит отметить, остановка эта находится через дорогу от школы. Поэтому учащиеся этой зимой, видимо, будут греться обещаниями чиновников. Елисея Томашевская, телеканал Алматы, Костанай. И к другим темам. Целых три дня в Алматы проходил второй международный кинорынок «Еурэшен Фильм Маркет». Он собрал представителей киноиндустрии из стран СНГ и мировых кино и ТВ рынков. Особое внимание уделили возможностям дистрибьюции, совместных созданий фильмов, а также продвижению отечественных и международных кинопроектов. В рамках образовательной программы прошли мастер-классы для молодых специалистов. Одним из таких мероприятий стал «Диджитал Эдюкейшн», который провели казахстанские и итальянские эксперты. Спикеры делились знаниями о том, как применять цифровые технологии в киноиндустрии и образовательных процессах. В этом году кинорынок посетило более 300 участников. Это участники из разных стран, представители крупных компаний, продюсеры, сейлс-агенты, дистрибьюторы, закупщики, отборщики кинофестивалей. Также, кроме того, что мы провели презентацию нового кастанского кино, традиционным блоком является программа «Поиск». Программа «Поиск» формируется для закупщиков киноконтента. В течение трёх дней спикеры участвовали в панельных дискуссиях, где обсуждались важные вопросы киноиндустрии, включая производство и дистрибьюцию, новые тренды и вызовы. Например, дискуссия о международном сотрудничестве в киноиндустрии. Продюсеры и другие специалисты обсудили кооперацию между странами Центральной Азии и международным рынком. На телеканале Алматы премьера нового сериала «Дем». Захватывающая медицинская драма расскажет историю нейрохирурга Мируэрт, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда она влюбляется в своего пациента. Сможет ли девушка сохранить профессионализм, столкнувшись с личной драмой? Когда начнётся показ и другие подробности в сюжете Рустама Аралбаева. Главные герои картины – девушка по имени Мируэрт и сын влиятельных родителей Еркин. История двух молодых людей возникает в стенах медклиники, где Мируэрт работает нейрохирургом. В один из дней к ней на операционный стол попадает мать Еркина. Парень выражает сомнения относительно профессиональных навыков молодого врача, но вскоре, после дорожной аварии, и сам нуждается в её помощи. Я исполняю роль Мируэрт – талантливого нейрохирурга, который каждый день приходится спасать жизни. Это человек, всего себя посвятившая профессии, любимому делу. Но в её судьбе происходит событие, которое полностью меняет прежнюю жизнь. Она влюбляется в молодого человека по имени Еркин. Но раскрывать всего пока я не буду. Роль Еркина, которой я играю, для меня очень интересная. Молодой человек из состоятельной семьи. Он избалован, любит внимание. Постоянные скандалы с родителями. Но постепенно этот образ уступает место другому. После встречи с Мируэрт он преображается. В этом многосерийном фильме показана сложность и важность работы медиков. По словам главного режиссёра, их команде удалось раскрыть не только важность нелёгкой работы врачей, но и рассказать историю их жизни, где есть любовь, предательство и другие вещи. Главная героиня Мируэрт целиком и полностью посвятила себя пациентам. Пожалуй, это и есть настоящий врач, которых в нашей стране немалое количество. В сериале подробно описана повседневная жизнь персонала больницы. Этот проект раскрывает важность и труд профессии врача. В то же время отражаются различные новые разработки в медицине, которые помогают спасать людские жизни. Премьера сериала «Дем» состоится уже 21 октября. Семейная теленовелла состоит из 10 эпизодов, каждый из которых длится 25 минут. Рустам Аралбаев, Диас Махамбетов, Гани Халулов, телеканал Алматы. А уже в это воскресенье зрители нашего телеканала могут насладиться премьерой музыкального конкурса «Шарха Хазахстан». Принять участие в мегапроекте смогут участники от 18 до 45 лет. Оценивать их способности будут звёзды отечественной эстрады, артисты и другие известные личности. Победитель конкурса получит возможность представлять нашу страну на мировых аренах и крупный денежный приз. Амина Усенова расскажет подробнее. «Шарха Хазахстан» — это масштабный музыкальный мегапроект. Он оцелен на поиск талантов с уникальными вокальными данными. Для участия в шоу с разных уголков страны поступило свыше 500 онлайн-заявок. Это, кстати, одна из главных особенностей проекта, ведь поучаствовать в нём могут таланты со всей республики. Это большая возможность для участников из разных регионов. Не было необходимости специально приезжать на кастинг в Алматы или Астану. Достаточно было снять на камеру своего телефона выступление и отправить нам. И так мы отобрали лучших из лучших для этого проекта. Ещё одна уникальность шоу-проекта — отсутствие возрастных рамок. К примеру, если самому молодому участнику 18 лет, самому взрослому 45. При этом они сами выбирают себе наставников из числа жюри. Примечательно, что и в выборе репертуара и жанра члены жюри также проявили свою лояльность. Интересно было наблюдать за эмоциями участников, когда мы по видеозвонку связывались с ними и приглашали на конкурс. Их улыбки, слёзы радости, кто-то за рулём ехал в этот момент, кто-то готовил, кто-то чинил машину. Просто не передать их эмоции. При отборе участников я больше всего полагался на своё сердце, ведь музыка в первую очередь должна тронуть твоё сердце. Победитель музыкального проекта получит возможность работать со звёздами эстрады на одной сцене, представлять нашу страну на мировых аренах. И, конечно же, денежный приз в размере трёх миллионов тенге. Мегапроект «Шарха Казахстан» стартует уже в это воскресенье на телеканале «Алматы» в 22.00. Не пропустите! Амина Усенова, Масад Кунебек, телеканал «Алматы». И в завершение о погоде. Зима в Казахстане ожидается с середины ноября. По прогнозам Казгидромета, в этот период температура в северных регионах может опуститься до минус 24 градусов в ночное время и до минус 12 в дневное. На юге ночью температура будет колебаться от минус 3 до минус 15 градусов, а днём ожидается от нуля до минус 7 мороза. Уровень осадков в ноябре в республике прогнозируется нормальный, кроме северо-западных, северо-восточных и южных областей, где ожидаются обильные снега и дожди. В зимние месяцы в большинстве регионов ожидается обычная сезонная температура. Но синоптики предупреждают, в некоторых местах могут быть сильные морозы. На севере, в центре и на востоке страны температура ночью может опуститься до минус 45 градусов, а на западе и юге страны до минус 35. Согласно консультативному прогнозу, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с осадками, превышающими многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном. И на этом наш выпуск завершён. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам и аккаунтам, указанным на экране. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова